Поправить здоровье, не выезжая за пределы Ненецкого округа, можно в комплексном центре социального обслуживания населения. Благодаря новому современному оборудованию. Лечебные аппараты позволяют решать самые сложные проблемы со здоровьем, пройти необходимую реабилитацию и получить психологическую помощь. Вчера к оздоровительному курсу приступила новая группа пациентов. Ольга Русул узнала, как проходит лечение. Вот так. О, видите, я покрасил. Значит, я ложил. Я проснулся. Иду на весь день. Да, точно. Жить захотелось. В Центре социального обслуживания населения к оздоровительному курсу приступила новая группа. Он обычно проходит в течение 20 дней. Этого времени достаточно, чтобы поправить здоровье, разбудить иммунитет. Путь к лечебным процедурам начинается с кабинета терапевта, где пациенты получают соответствующее их здоровью назначение врачам. Ой, я каждый год отдыхаю. И очень нравится и зарядка, и разные процедуры, и ванны, и прочее-прочее. На коленники делают, на плечи. И очень рада. Отсюда выходишь как будто свежий и даже как будто помоложе уже стал. Сегодняшние пациенты в полной мере эффекта от воздействия нового оборудования на организм еще не ощутили. Их курс оздоровления только начался. Но в большинстве своем они здесь не новички. Любовь Васильевна Сомова, например, проходит курс оздоровления каждый год. Коллектив очень хороший, добрый, вежливый, внимательный. Так что уходишь, конечно, порхаешь. О всем забываешь. Тем более очень хорошие есть кружки, трудотерапия. Можно всему научиться. Но вот здание, конечно, не мешало бы расширить, более современным сделать. Потому что приходят сейчас даже и инвалиды с индома занимаются и проходят процедуры. А ведь трудно подойти на третий этаж, подняться. Сложно лифта нет. Так что, конечно, на это бы внимание обратили наши власти. Да, здание комплексного центра уже порядком устарело. Здесь нужен лифт и специальные приспособления для людей с ограниченными возможностями. Не мешало бы и более просторные кабинеты. Знакомимся с оборудованием. Это детензор. Он практически не имеет противопоказаний для взрослых и детей. Основная функция – расслабить мышцы, которые крепятся к позвоночнику. И подготовить организм к более серьезным процедурам. Действительно, спина расслабляется. Буквально с первых минут, с первых секунд наступает это ощущение расслабленности. И хочется полежать подольше. Но лежать некогда, потому что следует получить еще одну суперполезную процедуру на турманевом мате. Турманий – специальный камень, который держит тепло и дает небольшое инфракрасное излучение. Эффект у него какой? Значит, он идет как общеукрепляющий организм, вегетососудистую систему. Также поддерживает. В основном направление прогревающее у него. Дети у нас без ума вообще балдеют. Даже вот взрослые просятся, подростки приходят. Можно мы, пожалуйста, здесь полежим? Для детей практически противопоказаний нет. Для взрослых, мы сами понимаем, что у нас есть электрогрелки, еще какие-то. Но они просто греют, просто тепло. А здесь тепло идет эффект, вот как глины, как кирпича. То есть он еще идет оздоравливающийся. А здесь располагается аппарат гипоксотерапии. Особенность этой установки в том, что она имеет высокую точность задания в поддержке расхода и концентрации кислорода. Кроме того, снабжена системой самоконтроля. Подается газовая смесь, азот и кислород. Если в норме у нас мы в воздухе 23% кислорода, то здесь кислорода две программы – 10% и 12%. Но мы начинаем процедуру, конечно, с меньшего, то есть с 12%. И вот идут люди, как бы поднимаются потихонечку в гору, и у них получается пониженный процент кислорода, и повышается углекислый газ. Затем идет перерыв. Физиотерапевтическое отделение комплексного центра обслуживания населения насыщено различным оборудованием. Процедуры здесь получают взрослые пациенты и дети. Делаем процедуру эльтрафореза. Для улучшения мозгового кровообращения детям врач назначает. Очень эффективная процедура. А это новинка – магнитно-терапевтический комплекс «Мультимаг». Если коротко охарактеризовать его, то он благоприятно влияет на все сферы жизнедеятельности человека. Лечит суставы, нервную систему восстанавливает, сосуды лечит также хорошо, сердце, сердечную систему. Здесь программа, которая под конкретного человека устанавливается. И не просто программа, здесь еще идет музыкальное сопровождение. Музыка по звучанию, она подобрана к лечению конкретного заболевания. И здесь получается, что нет такого страха, капсула не полностью закрывается. Она идет двумя полусферами. Сложно модулированные магнитные поля образуются вокруг тела человека. И они подобраны в зависимости от заболевания. К каждому заболеванию соответствует своя программа. Очень сложная. И здесь даже видно. Очень эффективно. Здесь проекция 3D показана. Да, 3D, а 2D показана. Те, кто уже прошел полный курс реабилитации, на мультимаге говорят, что ощущения похожи на прогулку по облакам. Лежу, пока ничего не могу сказать. Что со мной происходит? Какое-то как будто бы тепло, что ли, наверное, от магнитных этих, да? Магнитные, они нет никаких ощущений? Ну, такое, какое-то такое. Ну, приятное, неприятное. Приятное, хочется поспать. А это сенсорная комната. Под контролем опытного психолога пациенты проходят специальную терапию, чтобы обрести гармонию с собой. В комплекс социально-психологической реабилитации входит аппарат биоакустической коррекции – БАК Синхро-С. Значение заключается в том, что через музыкальное сопровождение идет восстановление мозговых структур, улучшаются мозговые взаимодействия правого-левого полушария. Имеет значение для восстановления иммунитета, укрепления иммунитета, восстановления сна. А здесь расположен уникальный в округе кабинет водотерапии. Четырехкамерная ванна помогает пожилым пациентам решить проблему опорно-двигательного аппарата. Заболевание идет опорно-двигательный аппарат, нервная система, бигетососудистая, дистония, гипертония первой-второй степени, атеросклероз нижних конечностей. Вот это то, что нужно для пожилого человека. Классический массаж только в воде во много раз эффективнее. В этой ванне специальной насадкой, по которой поступают струя кислорода, под давлением 7 атмосфер, медсестра делает процедуру. Все мышцы тот же самый классический массаж, только в воде. То же самое. И атеросклерозы, сколиозы, все эти... Переды, рубцы, гематроны, перед операцией. Все, которые нельзя пить, вот эти даже шейные воротниковые волны, вот эти женщины, особенно с эндокринной системой. Этот массаж, он 10 раз эффект не ручного. Он пробивает, вопирует мышцы. Вернемся на сушу. Механическая дорожка дает возможность тренироваться всем. Массажер для ног с помощью точечного массажа возможно нормализовать работу всего организма. Тренажер-мини-тензор для разработки ног и рук реабилитации после травм. После травм, когда разрабатываешь движение в конечностях, нужно видеть угол, какой получается. И здесь очень хорошо. Здесь показан градус, расстояние и разная нагрузка. Можно задать более легкую нагрузку, можно более трудную. Ноги закрепляются здесь. Закрепляются. Чем ближе сесть, тем сложнее будет движение. Потому что максимально будет работать ножка. Можете сами попробовать? Кроме того, в программу оздоровления входят занятия трудотерапии, экскурсии, походы, праздники. Оплата курса оздоровления зависит от прожиточного минимума. Льготная категория – это инвалиды, участники войны, блокадники, пострадавшие от политических репрессий, узники фашистских лагерей, участники боевых действий старше 55 лет и родители погибших в локальных конфликтах. Проходят курс бесплатно. До 150% прожиточного минимума, а это 30 тысяч, где-то 700 чем-то рублей, у нас граждане обслуживаются бесплатно. Выше чем 150, до 200 – это идет частичная оплата. Там имеется формула, то бишь мы берем оплату, 50% разницы среднедушевого дохода и 150% прожиточного минимума. Такая формула есть. Соответственно, она для каждого будет индивидуальна. Если доход превышает прожиточный минимум в два раза, с пациентов взымается полная оплата. Но по индивидуальной программе. В каждом случае есть свои нюансы. Подход индивидуальный. В комплексном центре социального обслуживания граждане получают не только оздоровление, но и поддержку психологическую и душевную. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.